Воду набираешь, она черная. А иногда не смотришь на эту воду, эту воду и мы пьем тоже. Пусть наладят, вывоз мусора нормально в городе у нас. Обещания, которые дают, они за воду в прошлом году показывали. Вот мы водоемы настроили, порабурили, вода будет круглосуточная. Год прошел, как была вода, так она и есть вода. Все, больше нет. По сути, все, чего они хотят, это безопасность. Но есть ли она? Люди с ослабленным зрением легко могут тут заработать, к примеру, вывих или ушиб. Помогут им в этом многочисленные препятствия. Усугубляет положение отсутствие светофора, дорожных знаков и асфальта. А вот на тропинке есть проблема посерьезнее. Эти столбы могут стать препятствием даже для машин. Они разделили и без того узкую дорожку. Как такое возможно в районе для слепых и слабовидящих? Вопрос риторический. Им необходимо поручни, по которым они шли бы. А так они могут уйти налево, направо и потеряться. И эта проблема у нас с 90-х годов, как просто срезали, забрали. И мы не можем просто найти людей, которые бы нам помогли установить эти поручни. Проблемы на этом не заканчиваются. Еще одна острая проблема, по мнению жителей, это мусор. Он находится прямо напротив детской площадки. В дождливое время ни к чему здесь просто не подступится. Дороги размывают дождем, а мусор не вывозят, заполняя с собой всю территорию. Вот здесь рядом площадка, прямо напротив этой мусорки. Вовремя не вывозят. И чуть когда ветер, полностью мусор бывает на детской площадке. Дети малые, бывают и двухгодовые, и трехлетние. И вот этот мусор прямо в лицо этим детям летит. Мы жильцы собираем, иногда сжигаем. Уже многие годы инвалиды по зрению пытаются донести до городских чиновников и представителей различных ведомств одну простую просьбу. Дать им возможность безопасно передвигаться по улицам, спокойно идти в магазин, переходить дорогу. Ведь для этого не нужны сотни миллионов. Вот мы сами уже собираем свои деньги с пенсии, чтобы вот здесь так же сделать поручни. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Кизлярский район.